Чувашские полицейские присоединились к Российскому Дню Трезвости. Правоохранители, члены Общественного Совета при МВД провели совместные мероприятия, где напомнили о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков. Подробности в сюжете моих коллег из пресс-службы МВД. Полицейских и общественников встречают студенты Столичного электромеханического колледжа в аудитории учащихся старших курсов. Именно с ними встречаются правоохранители и члены Общественного Совета при МВД Республики в День Трезвости. Гости учебного заведения отмечают, перед ними сидят уже взрослые студенты, значит и вопросы должны подниматься серьезные. Первым делом речь заходит о запрещенных веществах. Сейчас наркобизнес перешел в интернет. Молодым людям нужно быть внимательными и осторожными. В соцсетях могут приходить заманчивые сообщения с предложениями легкой и высокооплачиваемой работы. Завуалированные тексты, которые проходят в сообщениях, они приводят к большим последствиям. Пишут, нужно спрятать клад, хочешь заработать деньги, нужно поработать курьера. В интернете пропагандируют условия легкой наживы. Вот на эту удочку наша молодежь и попадается. Проблема алкоголизма также не проходит стороной. Студентам показывают учебные фильмы о пагубном действии спиртных напитков. Вручают буклеты, призывающие вести трезвый и здоровый образ жизни. Рассказывают, что дружба с зеленым змеем в молодости необратимо повлечет за собой печальные последствия. Это будущие родители. А родители – это образец подражания будущим поколениям. Если родители выбирают здоровый жизненный стиль, то тогда ребенок никогда не прикоснется к психоактивным веществам. Ко дню трезвости присоединились и сотрудники госавтоинспекции. Они вместе с волонтерами раздали водителям буклеты, напоминающие об опасности пьяного вождения. Подобные мероприятия автоинспекторы проводят не случайно. С начала года на столичных дорогах по вине пьяных водителей произошло 19 ДТП. В авариях погибли трое человек. Около 30 получили травмы. В Чебоксарах мы регулярно проводим рейд «Нетрезвый водитель». Всего же за 8 месяцев этого года инспекторами отдельного батальона ДПС в Чебоксарах было задержано 253 водителя в нетрезвом состоянии. Еще 275 водителей отказались от процедуры прохождения медицинского освидетельства. МВД Почуваши просит сообщать о лицах, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении. Будь то на дороге или в другом общественном месте, данные граждане подвергают опасности и вас, и ваших близких. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова